Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Для нас большая честь быть у вас в гостях. В рамках проекта «Многополярность» мы пытаемся понять, каким образом будут развиваться международные отношения на современной этапе. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Абхазии, а также МИА России сегодня. Хотелось бы спросить у вас, какое событие или события более всего повлияли на международные отношения за последнее время? Конечно, 24 февраля начало специальной военной операции. Событие, которое вытекает из многих прошлых событий. Я сейчас имею в виду не только то, что произошло на Украине с 2014 года, но и гораздо дольшую историю накапливания тех противоречий, которые произошли между условным западом и востоком, между Россией и западным миром. То, о чем говорил Владимир Владимирович Путин на конференции в Мюнхене в 2007 году, протестуя против дальнейшего расширения НАТО. Вот мы видели, каким образом вскрылся этот нарыв, этот застарелый и долго назревавший конфликт. Конечно, сейчас мир расколот, мир находится в состоянии конфликта. Я сейчас не имею в виду те события, которые, собственно, на Украине находятся. Конфликт между Западом и Востоком, между Россией и Западом затронул весь мир, и его можно, в принципе, сравнивать с конфликтом международным типа мировой войны, на самом деле. Евгений Александрович, как известно, Российская Федерация является одним из основных государств, который продвигает концепцию многополярного мира. На ваш взгляд, при каких обстоятельствах данная картина мира утвердится на международной арене? Мне кажется, мир уже мультиполярен, многополярен. Просто мы видим, как этот многополярный мир, к сожалению, испытывает многие проблемы, острые конфликты, которые происходят. Сам факт того, какие мощнейшие усилия предпринимаются западными странами для того, чтобы задавить суверенитет своих младших партнеров, как они их считают, в Азии, в Африке, в Латинской Америке и так далее, разорвать их отношения и связи с Россией, испортить их отношения и связи с Россией, уже говорит о том, что мир не юнилитерален ни разу. С другой стороны, мы все сейчас экспертные сообщества, я имею в первую очередь, конечно, раздумывает о том, как вот нынешняя ситуация нынешнего многополярного мира, куда она дальше приведет. Создастся ли снова двухполярный мир, где будет два полюса Соединенные Штаты и Китай. Хотя мне кажется, у нынешнего Китая нет такого интереса возглавлять половину земного шара в крестовом походе против Соединенных Штатов, поэтому мир многополярен и далее таким и останется. Ввиду тех изменений, о которых вы сказали, в чем, на ваш взгляд, должны заключаться внешнеполитические приоритеты Российской Федерации на современном этапе? Внешнеполитические интересы, безусловно, ну, во-первых, они описаны в концепции внешней политики, во-вторых, там есть географическое очень четкое измерение, это, конечно, в первую очередь ближнее зарубежье, это те союзы, в которые мы, и организации, в которые мы входим, такие, как ОДКБ, ШОС и многие прочие, СНГ, естественно, и безусловно. Далее это уже развивающиеся страны, или, как часто говорят, страны третьего мира, не очень люблю этот термин, он не справедлив по отношению к странам Азии, Африки и Латинской Америки, но, тем не менее, и далее, конечно, отношения с нашими бывшими партнерами, а сейчас с противниками, отношения от которых во многом зависит, в том числе, и наша национальная безопасность. И здесь контроль над вооружениями, сдерживание и так далее имеет важное значение. Если же говорить о приоритетах, как о перераспределении усилий в нашей внешней политике с запада на восток, тут надо очень тщательно подбирать терминологию, потому что не хочется, чтобы это перераспределение усилий звучало, как то, что мы раньше спиной стояли к востоку. Наш герб, двуглавый орел, он смотрит и на запад, и на восток равно. Просто сейчас нам гораздо интереснее развивать наши экономические, политические и гуманитарные связи с странами Востока, Азии, Африки и Латинской Америки, чем со странами Европы и Соединенными Штатами. Как раз продолжая тему внешней политической деятельности Российской Федерации, хотелось бы спросить вас, в чем феномен столь стремительной динамики развития отношений между Москвой, Анкарой и Тегераном? На первый взгляд, это очень разные страны, но мы видим, что на сегодняшний день эти две страны являются одним из таких ключевых партнеров в России, не только в Евгении, но и в мире. Ну, что Турция, что Иран, что многие другие страны для нас очень органичные партнеры. Здесь наши отношения как раз описываются этой знаменитой, известной совершенно формулой, подходом, идеологией о том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела страны-партнера, мы не прививаем ей, не навязываем какие-то ценности, мы соблюдаем ее суверенитет, уважаем тот внутренний порядок, который в этой стране сложился. Нам выгодно торговать, нам выгодно, чтобы эти страны были мирные, безопасные и очень взаимовыгодные для нас партнеры. Если же говорить отдельно, в принципе, можно сказать то же самое и про Турцию, и про Иран. Обе страны с древней, фантастической, прекрасной историей, вполне себе состоявшейся. Иран вообще особенная страна, потому что она выдерживала десятилетиями тяжелейшие санкции, и тяжелейшее давление этого самого условного Запада. При этом Иран смог выстроить свою промышленность, свою энергетическую промышленность, свою фармакологию. Это многие сферы, в которых нам есть чего у Ирана, в том числе и поучиться. Поучиться никогда не стыдно. Плюс к тому, Иран — это часть логистического пути, который мы сейчас активно развиваем, север-юг, для того, чтобы выйти на рынки южных регионов. В последнее время наблюдается рост пророссийских настроений в других регионах мира. В Западной Африке, в Латинской Америке, вроде бы настолько далекие от России регионы мира, которые традиционно находились в зоне влияния совершенно других акторов на международной линии. На ваш взгляд, чем объясняются данные тенденции современной политики? Все эти страны, все эти регионы, они испытывают последствия колониального освоения в прошлом и того, что сейчас называется неоколониализм. Это попытки навязать им и систему ценностей, и какие-то экономические преференции для стран Европы, для стран условного Запада, для Соединенных Штатов и так далее, в их пользу, а не в пользу этих стран референтных. Конечно, это раздражает местные власти и местное население. Местные власти, в первую очередь, если они национальные, суверенно ориентированные, потому что есть вполне себе и колониальные режимы, которые послушно выполняют указания из Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Но Россия отличается тем, что мы никогда не навязывали себя, мы никогда не навязывали свое представление о правильном и неправильном, мы не занимались экспортом демократии или антидемократии. Мы хотели бы, чтобы это были успешные для нас мирные государства, которые способны покупать нашу продукцию, которые способны торговать с нами своей продукцией, которые стабильно развивались бы. Я мог бы привести такой пример, это касается, кстати, наших проектов, я имею в виду Россотрудничество и Российской Федерации в целом, в области образования. У нас есть студенты, которых мы привозим в Россию, это квота, которая оплачивается правительством Российской Федерации, буквально несколько лет было 15 тысяч, сейчас 30 тысяч человек в год новых студентов. Это число не учитывает тех контрактников, студентов, которые приезжают сюда учиться по контракту или по другим каким-то основаниям, только квота правительства Российской Федерации. Но мы знаем, как много иностранных студентов из этих стран едут учиться в Соединенные Штаты, в Германию, Францию. Для всех этих европейских и западных стран задача подобных образовательных программ не только что-то индоктринировать местному населению, но и забрать самых умных и оставить их у себя. Наша же задача обучить этих ребят, чтобы они стали хорошими профессионалами и вернулись в свои страны, и сделали их более состоятельными и в экономическом, и в политическом, и в технологическом, и в научном ключе. Да, мы, возможно, это будет шаг назад, но просто как раз-таки продолжая именно размышления о том, какие государства на сегодняшний день являются в международной политике наиболее значимыми партнерами для Российской Федерации, нельзя не отметить, скажем так, государства, которыми сейчас у России наиболее напряженные отношения. Вот хотелось бы, в частности, сфокусироваться на европейском континенте. Очень многих впечатляет то, насколько Европа, может быть, потеряла субъектность за последние десятилетия, поскольку совершенно очевидно, что кооперация с Российской Федерацией была исключительно выгодна для европейских государств. В экономическом, политическом смысле они были бенефициарами от импорта российских энергоресурсов. На ваш взгляд, в чем коренные причины того, что сейчас Европа вводит банально те санкции, которые бьют по ее собственным интересам, и до каких пор европейский континент будет находиться в фарватере внешнеполитического курса, который противоречит интересам народов Европы? Очень хороший вопрос. Я в этом смысле всегда был и остаюсь сторонником старого доброго марксистского подхода об экономическом базисе и политической настройке. Мы должны найти то экономическое обоснование нынешней ситуации, чтобы понять мотивы условного Запада. Если мы говорим о действиях европейских элит, то нам на первый взгляд кажется, что они занимаются самострелом. Это не только энергоресурсы, это то, что называется комодитис в целом. Это и металлы, это и зерно, это и удобрения и так далее, и так далее. То, что мы продавали успешно в Европу, то, что потом перепродавалось, в том числе и Европой, и так далее. Казалось бы, немецкая промышленность должна быть заинтересована в старе или дешевом газе. Но, тем не менее, этого не происходит. Где же тут экономическая выгода? Политический самострел чистой воды. Но за всем этим, естественно, маячат Соединенные Штаты Америки. Вот они-то как раз получают экономическую выгоду от происходящего. Не стоит заниматься шапкой-закидальством и говорить, что яйца в Соединенных Штатах куриные подорожали, поэтому Соединенные Штаты сейчас пропадут просто практически. Смотрите, как сейчас американцы ведут свои отношения с европейцами. Они, по сути, переманивают крупную промышленность, и химическую промышленность, и обрабатывающую из Европы в Соединенные Штаты. Они контролируют европейский рынок. Они пытаются открыть новые пути доставки своих энергоресурсов на европейский рынок. То есть из тех государств, которые сейчас на нынешних кризисных явлениях зарабатывают, это, конечно, в первую очередь Соединенные Штаты. Европа — это такая вот корова, которую закололи, и сейчас ее разделывают просто. Вот и все. Конечно, европейцы хотели бы жить иначе, но тут интересы, опять же, правящих элит, экономических в первую очередь элит, с собственным населением расходятся. Посмотрите эти опросы в последнее время, которые в Евросоюзе проходили. И буквально недавно очередные цифры я слышал, что больше половины европейцев по разным странам, там, конечно, есть разница, что-то показано в Польше, что-то во Франции, цифры очень сильно разнятся. Тем не менее, в среднем по больнице в Евросоюзе гораздо больше половины европейцев считают, что на Украине необходим мир, готовы рассматривать его, естественно, в диалоге с Россией в первую очередь. Говорят о том, что необходимо снимать санкции, прекращать торговую войну и экономическую войну. Пожалуйста. Но при этом мы видим, что политика совершенно по-другому ведется, потому что политические элиты хотят одного, а население другого. В этой связи хотелось бы спросить вас, несмотря на сложность отношений между Россией и ее бывшими европейскими партнерами, осталось ли сегодня какое-то пространство для диалога между государствами? И складывается впечатление, что европейские государства зачастую стараются не слышать о беспокойности Москвы по темным вопросам, которые касаются ее национальной безопасности, в частности. Остались ли в Европе политические силы, которые готовы услышать Москву и возобновить ту позитивную динамику, которая была присуща как раз-таки на протяжении последних десятилетий между Россией и Европой? Ну, во-первых, стоит сказать о том, что мы, слава богу, не напрашиваемся европейцам ни в друзья, ни в партнеры с тем, насколько по-свински себя ведут политические европейские элиты по отношению к России и экономические, кстати, элиты. Мы не то чтобы смирились, но исходим из этого знания. Если кто-то на политической сцене, какие-то силы конкретные, которые хотят улучшения отношений с Россией, то периодически мы получаем подобные сигналы от самых разных политических сил, самого разного политического спектра, слева направо, справа налево. Но, мне кажется, наш адресат сейчас даже не партии как таковые в Европе, поскольку консенсус в Европе, политический консенсус, он антироссийский. И Европа, вы правильно сказали, утратила, по сути, свой суверенитет политический, свою субъектность. А наша аудитория — это население, это обычные люди. Люди, которые ходят в магазин, люди, которые понимают, что они могут лишиться работы, если заводы БАСФ или БМВ закроются и производство перенесено в Соединенные Штаты Америки. Люди, которые беспокоены тем, что газ и электричество дорожают. Вот с ними необходимо вести разговор. В этом смысле я еще раз и еще обращу внимание и вашей аудитории тоже на то, что именно в связи с этим настолько важна гуманитарная политика, что она направлена всегда в первую очередь на население, на, как там раньше говорили, на трудовые массы. Как раз следующий вопрос хотелось бы задать, хотелось бы, чтобы следующий вопрос был связан с гуманитарной политикой России. Насколько глубокие изменения пережило Россотрудничество в последнее время? Насколько Россотрудничество поменяло свои стратегические приоритеты, своей деятельности, как раз под влиянием тех явлений, о которых вы сейчас рассказывали? Я считаю, что кардинально поменялось. Во-первых, начнем с самого простого, географически. Раньше даже кадровый наш состав по нашим или не нашим, скажем так, по культурным центрам в Европе, это были десятки человек. Сейчас этих людей становится все меньше, но все больше русские дома, культурные центры становятся по своему составу в странах Ближнего Зарубежья, например. Это вопрос переброски ресурсов. Мы сейчас говорим даже не про кадры как таковые. Наш приоритет — это ближнее зарубежье, в первую очередь. Мы, я считаю, преодолели такое наследие, немножко грустное, немножко смешное, старых времен советских и позднепостсоветских, когда специалисты ехали из России в первую очередь, как там раньше говорили, на загнивающий Запад, чтобы купить себе джинсы и видеомагнитофон. Понимаете, все, эта история закончена, слава богу. Мир не сошелся клином на странах Запада. Это то, что касается географии. Далее. Мы стали ориентироваться на запросы и интересы аудитории. Я часто привожу этот пример. Если бы мы отправили, например, фильтры для воды или бурили бы скважины в каких-нибудь деревенских местностях в Таджикистане, или отправили бы туда хор казаков, наверное, все-таки фильтры для воды были бы там более востребованы. Зато эти фильтры для воды вообще никак не нужны в Париже. Туда отлично поедут кузаки и соберут нужную аудиторию. Если мы говорим о том, что мы можем предложить миру, то, конечно, это должно учитывать в себе и социальный фактор, а не только концерты и выставки. Мы в этом смысле более не замкнуты на исключительно культурно-гуманитарной деятельности. Агентства проводят мероприятия с повышением квалификации не только учителей, но и врачей. Мы привозим сюда в Россию айтишников, дипломатов, журналистов, то есть людей, которые работают со смыслами. То, чего раньше было чуть меньше. Ну и, соответственно, сейчас мы, мне кажется, побороли старую беду Россотрудничество в том, что касается привлечения специалистов. Все-таки сейчас это не люди, которые... Не хочу ничего сказать обидного в адрес моих предшественников, но сейчас это люди, которые являются профессиональными страновиками. Люди, которые специализируются в конкретной стране или как минимум имеют хорошие навыки и компетенции в области управления, медийного сопровождения. Россия всегда была страной, несмотря на ее величие и грандиозность ее размеров, очень скромной. Как говорят, делай добро, бросай в воду. Мы-то исходим из того, что если вы же делали что-то хорошее, и об этом никто не узнал, то этого просто не было. И здесь мы привлекли хороших специалистов в области медиа. И дело тут не в моем прошлом, как журналиста, а это на самом деле объективно нужно. Для того, чтобы рассказывать о том, что мы делали. Потом, и это не моя заслуга, количество студентов, которые приезжают учиться в Российскую Федерацию, выросло в два раза за последние три года. Буквально недавно это было 15 тысяч человек в год, новых студентов. Сейчас уже 30 тысяч. И я имею в виду не контрактников, а только тех, которые едут по квотам правительства Российской Федерации для того, чтобы учиться здесь бесплатно. Как раз продолжая тему деятельности Россотрудничества на постсоветском пространстве, известно, что Россотрудничество является не единственной организацией, которая реализует гуманитарную политику в данном регионе, поскольку здесь на постсоветском пространстве достаточно активное присутствие, в том числе и других игроков. Могли бы сказать, кто является, пожалуй, таким основным конкурентом для Россотрудничества в плане как раз гуманитарной политики, может быть, влияние на общественное мнение. И вот в данной связи сталкивается Россотрудничество с какой-то конкуренцией из других стран? Ну, во-первых, и российских организаций, не только мы одни. Есть еще фонды, фонд Горчакова, фонд «Русский мир», есть наше министерство просвещения, министерство образования, Минздрав и так далее, Минцифры, Минкульт, естественно, Минкультуры, у которых есть свои внешние международные программы в области гуманитарной, естественно. То, что касается наших, так сказать, заклятых конкурентов или заклятых партнеров, как их называть даже, конечно, в первую очередь мы видим, насколько деструктивно и мощно при этом работает американское агентство по развитию USAID или USAID. Наш бюджет, к сожалению, не сопоставим с ними. Наверное, нам даже и не стоит заводить речь о том, чтобы с ними тягаться. Это просто неспоставимые величины. Но, тем не менее, в тех странах, где мы работаем, в очень многом, в очень многих странах, где мы работаем, люди хорошо понимают, что там, куда приходит USAID, да, безусловно, они видят большой объем сделанной работы, большие вложения и так далее. Но это всегда будет связано с вмешательством во внутренние дела, это всегда будет связано с неким навязыванием ценностей. И чаще всего это общество в итоге, по большому счету, будет что-нибудь еще и сильно должно. А основные выгоды приобретателя будут исключительно американцы. Россия вот в этом как раз смысле государство бессеребренник, потому что многое из того, что мы делаем, большая часть того, что мы делаем, направлено на увеличение, как в английской терминологии называется, это sustainability, скажем так, состоятельности этих самых стран. Даже программы по образованию, о которых я упомянул, это квотная история с обучениями студентов, как работают наши вот эти конкуренты, не только американцы, французы, немцы, все остальные. Это вытащить самых умненьких к себе и оставить их, соответственно, для того, чтобы усиливать свою экономику. Мы как раз заинтересованы, чтобы студенты, которые получили образование в России, стали хорошими профессионалами и вернулись домой для того, чтобы усилили именно состоятельность своих стран в самых разных областях, от политической, экономической, технологической, любой другой. Потому что нам нужны партнеры, прочные, хорошие, тружелюбные отношения с нашими соседями и даже не соседями. Как раз продолжая тему деятельности Россотрудничества на постсоветском пространстве, хотелось бы перейти к региону Южного Кавказа, спросить вас о том, как вы сейчас оцениваете форматы, масштаб присутствия Россотрудничества в данном регионе. И в частности, хотелось бы спросить вас о том, какие сейчас учатся форматы, какая динамика развития деятельности Россотрудничества в Республике Абхазия. Активно, все неплохо, когда всегда хотелось бы больше и лучше, и будет, естественно, и больше и лучше. Туда не так давно приехал наш новый представитель Дмитрий Федотов. Я считаю, блестящий специалист, очень хорошим опытом работы и в Фонде поддержки защиты прав соотечественников российском, и в Международном Красном Кресте, и в Российском Красном Кресте. Налажены отношения с местными властями, с академическим сообществом, с соотечественниками, которые проживают там, в Абхазии. Активно строятся работы на самых разных площадках, и школы, и университеты, и неправительственный сектор, неправительственные организации. Берется при этом самая разная тематика, и начиная от образования, и заканчивая какой-то социалкой буквально, когда наш представитель принимает участие в каких-то акциях, мероприятиях, ну буквально благотворительного плана. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе, и в Абхазии в том числе, сохранялся мир, чтобы эти страны развивались мирно, самобытно, суверенно и состоятельно, в самом разном ключе. И я сейчас не имею в виду исключительно бизнес, но и технологии, и науку, и образование, и гуманитарная сфера в целом. Это традиционная для нас работа в сфере культурного обмена, это образовательные программы, это несколько обменных программ, которые у нас сейчас работают, когда молодые специалисты в возрасте 25-35 лет по программе «Новое поколение» приезжают в Россию для того, чтобы постареваться здесь. И это, кстати, отчасти о том, насколько изменило свои подходы и работу Россотрудничества, потому что очень часто нас упрекали в прошлом, что вот эти обменные программы, такие как «Новое поколение», о которых я сейчас рассказываю, сделаны, по сути, как такая туристическая история, когда ребята приехали, покатались на пароходике, типа «Москва-реки», сходили куда-нибудь в театр на выставку и уехали. Сейчас мы, конечно, больше заинтересованы в том, чтобы от этих поездок была какая-то профессиональная, социальная, познавательная польза. Именно поэтому мы берем группы профессионалов в какой-то отрасли, например, журналистов, или медиков, или инженеров, и привозим их сюда для того, чтобы они поработали со своими коллегами. Есть еще одна история, которую мы запустили в позапрошлом уже году, во время пандемии, поэтому она так разгоняется довольно медленно, но я надеюсь, сейчас мы выйдем на какие-то значимые величины. Это отправка наших из России добровольцев и волонтеров для работы за рубежом в местных неправительственных организациях, в том числе и в Абхазии. При этом это могут быть люди, которые занимаются самыми разными вопросами, и врачи, и учителя, и экологи, и айтишники, и кто угодно. Для нас самое главное — это их партнерство с местной неправительственной организацией, с которой они сотрудничество и работают, и чтобы это было полезно. Потому что в моем представлении волонтерское движение — это не запускать шарики и делать селфи, а это приносить какую-то пользу. Или, как мы шутим, часто причинять пользу и наносить добро. Евгений Александрович, пользуясь случаем от имени абхазской молодежи, мы хотели бы выразить благодарность Россотрудничеству за действительно те возможности, которые предоставляются молодежи, в первую очередь, нашей республике. Зато мы наблюдаем, как расширяются квоты для поступления молодых представителей нашей страны, даются возможность получения образования, профессионального становления. Спасибо вам большое. Евгений Александрович, спасибо вам большое за интервью. Спасибо большое. Спасибо за то, что нашли время. У нас была большая честь. Продолжение следует...